Эннет Блайтон. Секретная семерка. Дело. Странная кража. Что? Глава первая. Что случилось с секретной семеркой? Как-то в погожий день октябрьский. Октябрьский день? Питер, Джек и Джанет возвращались домой из школы. Вдруг их догнала Сьюзи. Сестра Джека, сбежавшая за ними в припрыжку. Всем привет! Сказала она. Что происходит с секретной семеркой? С одной у вас давно не было собраний. С секретной семеркой все в порядке, ответил Питер. Не говори глупостей. Сьюзи пошла вслед за ними, напевая песенку. Семерка развалилась, попробуй собери. И от нее остались лишь напись на двери. Ах, Сьюзи! Ах ты, несносная девчонка! Рассердился Джек. Разве можно вот так на улице кричать про секретную семерку? Да еще что, она разваливается! Ты не осоображаешь, что говоришь! А вот и нет! Довела в ответ Сьюзи, прыгая теперь уже перед ними. Я знаю, что вы не собирались уже в целую вечность. Я знаю, что Джек потерял свой значок. Я знаю, что вы не можете проводить собрание в сарае Питера. Я знаю! Питер, Джанет и Джек раздраженно уставили, что улыбавшаяся Сьюзи. С чего ты взяла, что мы не можем собираться в нашем сарае? Как ты разнюхала? Сердито спросил Питер. Ничего я не разнюхивала. Меня Питер улетел через ваш забор, и я побежала за ним. И увидела, что ваш сарае весь завален луком. Луком! Сьюзи рассмеялась. Я поняла, что вы там собираться не можете. А у меня есть причина, чтобы интересоваться, существует ли еще секретная семерка. Питер и все остальные сразу остановились. Что еще задумала Сьюзи? Почему ей захочется знать все про секретную семерку? Что за эта дурацкая причина? Резко спросил Питер. Ну-ка выкладывай. Видите ли, если ваша секретная семерка прекратилась существовать, мне, я подумала, что могла бы основать свою собственную секретную семерку. Сказала Сьюзи серьезно, но ее голоса блестели озорной усмешкой. Я бы пригласила Леонарда и Гарри. И что? Подожать нам? Возбудилась Джанет. Я бы ни за что не стала такой повторюшкой. В любом случае, можешь забыть об этом, сказал Питер. У секретной семерки собрание в субботу утром. Правда, Джек? Джек впервые слышал о каком-то собрании, но энергично закивал. Да, в десять часов. Правильно, Питер? Верно, сказал Питер, слегка толкнув Джанет локтем, чтобы она не вздумала говорить, что слыхом не слыхивала ни о каком собрании. Ну и вонючее же у вас будет собрание на кучу лука, фыркнула Сьюзи. Помочь вам освободить сарайчик? Нет, нет, закричали хором Питер и Джек. Джанет толкнула Сьюзи. Уходи, сказала она со злостью. Ты просто пытаешься нам досадить. Ты думаешь, что ты могла бы правлять секретным обществом? Еще как бы смогла бы. Сами увидите. Она убежала, оставив троих ребят крайне раздосановыми. Почему ты не воспитываешь свою сестру, Джек? Спросил Питер. Как я воспитываю Джанет? Вовсе ты меня не воспитываешь? Мгновенно отреагировала Джанет и гордо прошествовала мимо мальчиков. Они не переглянулись. Девчонки, презрительно буркнул Джек. Но тихо, чтоб Джанет не услышала. Все они одинаковые. Но Сьюзи чуточку хуже, сказал Питер. Слушай, Джек нам устроит собрание, раз уже мы заихнулись о нем. Правда, ужасно не хочется, потому что придется куда-то перетаскивать весь лук. Надеюсь, папа не будет возражать. Слушай, давай мы все придем в четверть десятого, а не в десять и поможем вам, предложил Джек. Хорошо, согласился Питер. Значит, четверть десятого. И скажи Сьюзи, что если она посмеет сунуть свой нос в наш старай, то я, я, в общем, я не знаю, что с ней сделаю. О чем у нас будет собрание? Спросил Джек. Ничего особенного не произошло. Нет никакой тайны, которую мы могли расследовать. И о чем-то ведь говорить надо. Нам есть о чем поговорить. Уверил его Питер, которому вдруг пришла в голову идея. Как насчет того, чтобы обсудить наши планы на ночь Гая Фокса? Ночь Гая Фокса, вечер 5 ноября. Когда в Англии по традиции отмечают раскрытие порохового заговора с сожжением чучела и феей-юверком. Названо по имени главы порохового заговора Гая Фокса. Порохового заговора был устроен католиками 5 ноября 1605 года с целью убийства короля Якова I, который должен был прибыть на заседание парламента. Под здание парламента подложили бочки с порохом. Заговор был раскрыт. Для нее остается всего пара недель. Пора копить деньги на петарды. Папа отведет нас в магазин, когда у нас будет достаточно денег. О, точно, обрадовался Джек. Конечно, это мы могли и обсудить в собрании. Надо решить, какое будем делать чучело и где будем жить. Жечь костер. Отличная идея, Питер. И вот еще что, найди свой значок, попросил Питер. Сьюзи утверждает, что ты его потерял. Вот болтушка с досадой взнахнул Джек. Я его и правда потерял. Он был приколен к моей куртке. А мама ей адресла ее прачечную. Она не заметила значок. Я очень расстроился. Когда куртку вернули из стирки без значка, я долго возмущался. Вот как Сьюзи об этом узнала. Попроси, а мама сделает тебе новый значок, подсказал Питер. Нельзя приходить на собрание без значка. Хорошо, хорошо, согласился Джек. Тебе повезло, что ты не терял свой значок. Тогда бы ты понял, каково это. Откуда мне было знать, что мама ни с того ни с сего отправит мою куртку в стирку. Питер дружески похлопал лоб по плечу. Не бери в голову. Скажи Джоджу про собрание в субботу, ладно? А я скажу Колину. Джанет передаст Пэмме Барбаре. Ладно, сказал Джек, пока Питер открывал свою калитку. Мы должны были благодарны Сьюзи. Из-за нее нам пришлось созвать собрание. Я буду с несеплением ждать его. Пока, Питер. Пока, ответил тот и побежал по садовой дорожке, которая вела к сараю, где обычно собиралась секретная семерка. Он открыл дверь, и оттуда сразу же выкатилась дюжина луковиц. Подождите до субботы, сказал он, записывая их обратно. Вам придется убираться отсюда, чтобы освободить место для секретной семерки. Джанет! Джанет! Ты где? У нас новое собрание. Правда? Здорово? Новая глава скоро.